хотел задать вопрос по поводу отца владимир головина сейчас вот там гонение устроили то что он одной из причин что на христе детям рассказал что как что он справлял нужду там писал какого там вроде и а вам такие подобные вопросы кто-то задавал вообще именно христе там что с таким вопросом и как бы вы на них отвечали или или бы проволчали но через три недели через три недели будет пятьдесят шесть лет как мне господь позволил свидетельствовать о боге больше полвека я много вел занятий в разных университетах у меня тысячи вопросов даже на сайте 4124 я отвечаю это еще далеко не все и на занятиях в которые мне пришлось даже встречи быть академгородок люди очень высоко интеллектуальная почти все там кандидаты профессора академики и в университетах простые люди приходили рабочие сотрудники фсб краевая администрация то есть я перечисляю колдуны и еретики старообрядцы ну раз столько лет открыто тем более и ни разу нигде не то что не задали а думаю и не помыслили задать потому что очень серьезные всегда были занятия я даже не мог предположить что можно задавать такие вопросы ну а уж если выходишь скажу что за 50 все таки это не два не три дня 56 лет не было ни одного вопроса на который я не отвечал если бы вот такой задали как сейчас пишет я не затер с бумажками все вместе но ответил бы так что человек уже наполовину поднял бы руку и сказал пожалуйста дальше не отвечаете я утонул в собственном дерьме юмор должен быть знания были люди глубоко верующие как воина пенсионерский лука физиолог почему он не задавал такие вопросы ему не задавали физиологические нужды человека это значит такова аудитория а что такая аудитория это означает или случайные попутчики или мы их приучили к такому отношению я вспоминаю что приходилось считать анастой арии лев толстой эрнест ренан лев кассиль лев толстого и другие ухулители может я говорю там ярославский это губерман и ни разу нигде такой вопрос ни у кого не возникал ухулителей явных врагов явных еретиков и такой вопрос не возникал и поэтому на него нужно согласно этому изречению соломонова не отвечает глупому по глупости его чтобы теперь не стать подобным ему то есть они тебя в этом дерьме утопят а вот теперь так и получилось а они сейчас приходят приходится искать изменения никто в них не верит ни при чем то домашнее переживание смерть кого-то близкого я не знал что говорил я не врач психолог это не подтвердит это еще глубже себя погружает мне жаль конечно что так получилось вот его спрашивает вопрос допустим поступил я прочитал так я бы сказал поступил странный вопрос я бы дальше сказал он был во всем подобен нам об этом говорит порок Исаия и ни во что ставили его ни во что вот так они еще не знали что он будет двух природ и божеской и человеческой одновременно и вот который вот на это отвечает там я не знаю кто из них отвечает по моему дворкин он отвечает абсолютно правильно он по догматическому богословию берет и выписывает Христос жаждал жажду ему сам сказал говорит алкогол ученики пошли купить пищи он утомлялся спал на возглавие здесь он томился и страшился доминует меня щаше сия много мест которые указывает на его истинное во человечении бога человек ну а если вы дальше стали спрашивать он видишь дальше дальше и дальше сам задает вопрос и уже как бы втягивается благодаря его вопросам дальше вот на такую раскрутку где-то это можно задать вопрос о всех людях о всех великих деятелях религиозных военных и никто не посчитает это оскорбление ну спросите об наполеоне это ушакове было ли у него такое ходил ли он направлялся ну и так понятно если он ел то куда то пища должна выйти ненадежное хранилище дырявая посуда я зато это сказать василий великий об этом говорит я за того сговорит вот человек когда ест он видит пищу берет в рот его видят а когда эта пища уже переработана она выходит и что одно отверстие только сзади только одно чтобы человек не видел не было ему плохо бывает даже не подумает об этом тем более сейчас водой смыло и все а когда человек напьется пьяный из него идет верхом и низом теперь он видит что изо рта это плевотина идет чтобы ему было срама и никогда не пил я затоус василий великий тот подробно касаясь физиологии отвечает ну а вот если бы мне ну я даже допустить этого не могу задали такой вопрос я сказал бы ответил конкретно вы пришли на занятие по изучению священного писания можете задавать любые вопросы я отвечаю по четырем параметрам что об этом говорит святая библия что говорят святые отцы это 300 томов полиантовых что говорят житья святых и что говорят все каноны книга правил такого ответа нет нигде дальше я отвечаю словами я затоуста а чего в библии нет о том не рассуждаю все тема закрыта то есть я не уклонился показал его во человечине ну и все остальное а к этому никто не привяжется никто не те которые нападают сейчас на отца владимира мне просто жаль я бы очень хотел чтобы вот то что я говорю дошло до него и я его приглашаю отдохнуть отдохнуть к нам сюда ну это в сентябре я в октябре только десятого думаю выезжать отсюда мы бы много походили погуляли голова в острове нас покупали с холодной воде и с этим вернулись но очень и очень прошу что говорит ваш там кто я даже не знаю кто у них там какой там паттер паттер или кто-то архиепископ или мегаполит он наложил какое-то прещение в течение трех месяцев то 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 не делать я прошу и умоляю чтобы через это он нигде не пытался перейти ну где-то даже тайно кому-то благословить сохрани бог сейчас с ним еще разговаривают не давайте повода ищущим повода после этого определенные счеты снимут сам а его почитают что он сам а так никто растрига попы вся это что вокруг него сегодня компания идет и друзья и тысячи это как мошкара написано в писании развеется и никто не вспомнит ну где эти последователи которые держались того или другого земного человека ведь их нету как наполеон говорит а за христа по прежнему подвезаются поэтому нужно быть очень внимательным можно перевести в сферу как юмора вас только эта тема интересует больше ничего не выход из жизни как ты умирать будешь какая будет гримаса на лице не прохождение помытарства ничто не интересует а интересует только вот это ну можно было бы назвать своими словами ну он сам по себе решает все на этом если он человек был нигде не написано что у Христа было по-другому что-то о чем они говорили во-первых это неблагоговерное это можно сказать о Магомете о Будде о всех правителях которых обогатворяли и прочее это были люди люди а это был Бог и человек ну да мы слышали тут могут задавать да кому когда маленький был там и прочее пеленки там или что-то папперсы что угодно говорить он был человек такой же из плоти и из крови то есть естественно так же ел и все остальное но об этом не принято говорить не благоговеренно а если кто-то скажет а у него этого не было как монахи что Богородица она доняла из Баку где-то между ребрами раздвинулись ребра там или девом ну это монахи все придумывают ничего этого не было католики придумали что она была непорочно защита и Акиме причем Анна просто как и дочь Девы Мария получила Духа Святого и без мужа защила вот а то все что придумывали где-то ну и остальное даже я уже далеко захожу счастнейший Кюрвим и славнейший без сравнения Серафим это пришло позже Библия об этом нигде не говорит еще подобного нету ну церковь сказала я так и пою так и считаю без искления то есть считается перевод такой безболезненный тоже не об этом не говорится а спорят ну пусть спорят я православный верю так как церковь учит но внутри меня этот вопрос это никакой роли не играет и кто задал этот вопрос я попросил бы его остаться дальше я буду говорить то что вам не понравится и вы больше не придете конкретно вот так бы ну если бы ну повторяю что на сайте у меня 4124 ответы на вопросы сохранившиеся а там может и большая часть вообще не сохранились вопросы мне задавали аэл занятия в милиции офицерский состав то что люди грамотные все пишли а уж по когда я вел 3 радиопрограммы люди задавали вопросы да нигде ни одного не было ни в личном ни в приватном где-то чтоб никто нас не слышал никто никогда таких вопросов не задавал а здесь так подробно это говорит о нездоровом состоянии общества которое тебя окружает и если ты на такие вопросы отвечаешь это и твое здоровье здесь тоже проглядывается я не конкретно говорю к батюшке у меня к нему ничего нет кроме желания чтобы он приехал отдохнул и забыл эти тяжелые минуты я гляжу на него он может не выдержать гляжу как он говорит вот это взгляд какой как глаза я с людьми занимаюсь все время начале детского лагеря основатель 45 лет я гляжу у него сердце может не выдержать он этого не ожидал если бы ожидал этого не было он как бы в забвении как он говорил вот как у нас называется помрачение ума паморок и то что на него вот это напали за это вот там на Вапашин Александр это он должен в молитве выпросить любовь к ним поблагодарить Бога что такие люди есть повторяю это не мои друзья одна из самых неприятных личностей нечестных это вот я от Боркина говорю и несмотря на это его надо поблагодарить в данном случае прав на 100 процентов на 100 что сказать на это я тоже переживаю об этом вот сегодня мешалки то какие все черные опять пришлось сейчас на плодную смору этого рябину брать на остатки выбирать я все только об этом размышлял почему он мне ну здорово но когда что-то отвечал в одном месте он отвечал отец Владимир в португальском щуе Фатима вот видите как Бог там то другое моя книга к истинному православию вот она есть эта книга здесь она у всех может быть зайти на наш сайт и там есть это и там отвечает Фатимская трагедия это дело стопроцентно от лукавого какое явление без глаз без тем так является сатана ну а дальше раскрутка обыкновенная в то время были уже киноаппараты фотоаппараты снимали там было чуть ли не 150 тысяч людей или 15 я не знаю и ни одного кадра нигде не осталось все было изъято это так похоже на католиков а почему изъяло в начале говорит падала шерсть шерсть а теперь розовые лепестки ну это же большая разница шерсть и розовые лепестки когда этот диск пронесся над людьми наверное всех высушил что это такие проделки сатана только делает так и здесь люди скушают поставь их на место Библия умолчала и ответа нету мы рассуждаем о том как нам прославить Бога как истина на земле отречься от всего земного отречься от самого себя отвергнуться взять крест страданий болезней все что у нас на земле гонений поношений принять как слава от Бога и страдать за этих людей повторяю у меня были очень большие аудитории очень огромные кинотеатры настолько переполненные что зайти ни один человек не мог меня военные за руку протягивали в коридоре в кинотеатре вот так и вопросы шли я слышал хорошо и отвечал так что я о нем говорю конкретно а ответ даю как бы не конкретно к отцу Владимиру мало ли кто как вот я в поезде еду на самолете на пароходе там где-то везде люди и везде у меня беседы вот как-то так они не навязчивые это подчеркнуто потом будет не на ну не мельтешился перед глазами а люди как бы сами я стою в аэропорту и рядом стоит епископ и вдруг подходит люди а можно вас сфотографировать по-русски говорят на ломаном языке финны а на епископа ноль внимания он стоит с жезлом впечатляющая фигура такая а ко мне идут я в сапогах то есть я в Финляндию летел а оттуда сразу быстро пересадка в Америку точно так же вот где два дома свернули в международный торговый центр и только неделю назад кажется до этого или сколько было мы поднимались наверх там пять долларов надо заплатить пять долларов чтобы наверху побыть только сошел оттуда полицейский подошел такой здоровый поздоровался я в сапогах военная гимнастерка на мне ну такой как есть такой я и есть можно с вами сфотографироваться опять можно сфотографироваться ну стали говорить я маленько за это время уже вторая неделя пошла там по-английски стал вспоминать кое-что да и хороший учитель был Никита Феортийович Шарлов теперь митрополит Антоний за выбежной церкви тоже подправил там меня и он полицейский говорит Америка пойдет вниз а Россия там будет подниматься откуда у него такие сведения и люди могут сказать это не патриотично он хотел мне польстить нет я ничего этого не подумал я думаю что он сказал я могу об этом думать а так это или не так бог его знает помню я к этому сапийского собора в Киеве стоял об этом пишет там с прибавками разными отец Кирилл Сахаров и в это время какая-то делегация там или кто в круизе японцы я даже не думаю они забегают с двух сторон раз за руки а третья фотографирует они улыбаются такая улыбка у них как ну веселые ребята я тоже не видел не один раз это было почему именно я во-первых знают что как русские люди одевались раньше и охота ну не то что они тоскуют там ностальгируют а просто им это интересно для картинки а может показать посмотрите какая Россия бедная ну я в одном месте там сказал по-английски что мы ищем духовного а не этого а это надо красоту уметь беречь у меня недавно был еще не был незаконченный конфликт попутаемся это сказать а все это к делу к теме к этой оригинально так я посчитал 150 яблок яблок из них только три такие большие вот я покажу два на ладони только помещаются вчера фотографировал я три яблока эти положил сверху кто бы не пришел я им похвалюсь и думаю вот теперь я пошлю парнавол людям ну там больные какие три яблока и сказать потеряй вот какие растут яблоки а сам беру черноплодную рябину сейчас подошел бедра стоят с яблоками а уже готовлю опять отправят мы все почти отправляем кому-нибудь не то что там похвалиться а милостью божьей что нам на сердце ложат смотрю яблок нету а где яблоки да один этот человек был и он наверно никого больше не было захотел только один и неужели у меня за телефон ну неужели из-за трех яблок только ну ты так понимаешь я так я вспоминаю житие там святого пахомья было а у него 11 тысяч монахов если не ошибаюсь у него яблоко принес кто-то красивое красота он посмотрел его а я съем что из него будет во что превратиться то вот о чем сейчас речь идет все туда идет ненадежное хранилище и он подумал подумал самый известный брат у нас вот такой любимый семя дай я ему пошлю и сказал ему отнеси ему а тот взял посмотрел да что я буду есть во что оно превратится пошлю-ка самый болящий у нас там монах болеет сколько добра сделал а сейчас вот болеет а тот тоже начал рассуждать а я съем что мне это поможет я выздоровел такую красоту губить да нет я вот такой малыш и брат он дочь у меня проживет другим расскажет какая любовь людей к монашеству какие плоды это необыкновенное и а тот стал думать так а что я съем до лучшего там говорится начальнику отряда и наконец приходит кто-то и говорит влады это сказать вообще а вот прислали яблоко тебе то есть обошло все тысячи людей подержали в руках и к нему и вернулось как он потом похвалялся этим какие люди у нас никто не испортил не превратил во что-то никто все умели красоту дошел выбрасывать нет почему разрезать и чтобы каждый поел поблагодарил бога я беру это и откуда-то и из житей святых это примерно да вот представьте ребенок напачкал а хозяин пришел и говорит а что вы не смотрите это ребенок вывозился затереть он а что я затру учителя нанятый был ну что еще есть то дайди какую-нибудь тряпку и затереть а на что нехорошо так приходит глаза поднял гобелен висел такой а где он не знаю спросили а этот который учитель-то был он тряпки не нашел он снял его там размял краску и вы как ах какой же это учитель-то такая красота времен Павла императора Павла этот гобелен висел сколько лет-то ему больше 150 лет и он его раз и превратил в то чем человек оправляется ну нельзя так дерьмово жить такие вопросы-то задавать у меня таких примеров я в жизни это видел слышал и никак по-другому рассуждать не могу чтобы показать что человек плохой его обязательно покажут таким каким он и хочет быть а вот он такой и назовут говно а не человек а потом тот человек и того кто его так назвал его убьет откуда что здесь ну оперативный псевдоним там как раз это так такое здесь а если такое оправить и скажет да я хуже этого я хуже 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 даже этого про человеческий помет писано видят страх ослабелище ресла и будут перепачки и понос будет бить и до верблюжья седла будет человеческий помет помет когда Бог сказал на лепешке на человеческом кале печь это Кирилл застонал нет это нечистое вот так нечистое а нечистое зачем же говорить нечистое так принято уже сходил там руки помой хотя бы ничего не делал и люди которые задают вот я бы как ответил я вам сказал посеньки и шапка такой вопрос у вас больше еще нет вопросов кто мир сотворил почему он так прекрасен какая взаимосвязь всего это огромные темы а ты о чем спрашиваешь ну посмотри отправляется лошадь от нее берут кал и шелкатулку везде в руки возьмешь даже нужды нету берем грязь когда нашел там кал слонов он выжимает эту грязь жижу пьет чтобы спастись похуже там как вывели пешки орешки как орешки у него то собака уже неприятная и самое неприятное дерьмо это у человека и об этом спрашивать какое то злобоние в самом вопросе даже а как так то если бы господь по-другому было это было бы чудо но во-первых первое чудо он совершил в кане галилейской в кане не в люльке за ним ухаживать не надо было он ест кормит а отходов нету но не было этого не было я просто в тему чтобы сказать но не задавайте вопрос на это он был богачеловек и все такое подобное нам а для виду когда воскрес а воскресший просто для виду ел воскресший это было когда Архангел Рафаил сопровождал Товию книга Товита он говорит я ел и пил а на самом деле этого не было вот так так что эту тему надо закрыть к ней не возвращаться и оправдываться в ней не надо это надо посмотреть как так такие люди вокруг тебя этого немца футболку продают или шай все кажется а тут без шуи то есть я говно а ты виноват и рука вот так направлена не надо об этом говорить надо говорить о возвышенном а когда говорил о возвышенном это возвышает и нас я вот 18 лет вел занятия в ВГТУ Алтайский государственный технический университет там 21 тысяча студентов из 18 стран только учатся вот я сижу около дверей надо на прием прийти ректор ректор Сегеев Владимир Васильевич а секретарь дверь приоткрыл он меня увидел заседание идет профессорский состав огромное такое помещение там сидят он вышел сразу же встал из-за стола и говорил бери бери ты что сидишь тут заходите а вы знаете кто это ректор представляет он уже настраивает на них мне вопрос такой ни один не задаст даже не задали но за 56 лет никто не задал ну что спрашивает и он да мало того обнимет еще и поцелует я преклоняюсь перед этим человеком вот как обычно он говорил перед студентами когда мы вместе шли где-то в аудитории и прочее а если бы говорил о таких вещах то ну по неволе как то туман это в глаза был человеку никогда мы говорим возвышенную речь о Боге о воплощении о Божьем плане спасения о его откровении не от них откровения а как Бог открылся людям и прочее вот и поэтому то что приходится говорить к этому не привяжется никто самое в этом деле закоренелые старообрядцы у меня ходили на занятия претензий никогда не было я просто мне некого как бы я поступил поэтому я отвечаю я знаю на недругах поговорить о себе ну о себе о чем буду говорить отвлеченные конкретно 56 лет проповеди везде на заводах на фабриках в МВД в милиции там краевое регулярные занятия с офицерским составом в тюрьме вот ну трудно найти место где не проповедовал и нигде в сельском местности в сельской местности я тут не знаю сколько но не меньше тысячи проповедей сказал в разных селах на стадионах за рубежом и никто нигде не спрашивал то что он сейчас массирует и я считаю она не то что тема закрытая она недопустимая на крючок осуждаете отца Владимира сохрани Бог да благословит его Господь я не осуждаю Глеба Грозовского он отбывает где-то там в Новгородской или в Урманской колонии где-то и я не знаю а если бы он был виноват там педофил мое мнение не меняется от того надо просто понимать дальше это все временно было или не было вовремя к Богу остановил если было а если это не было мученик я вообще не рассуждаю Игоря молюсь о нем каждый день чтобы он все перенес чтобы вышел очищенный и так и здесь Андрей Кураев когда нападали хотя я его сто двадцать раз и книга поминаю и все почти все в отрицательном плане он говорит Игнатий меня по всем кочкам пронес а смотря на это говорит так возвышенно и отцу Владимиру советую надо возвыситься над этим ну и что как-то архиерей был я не знаю кто теперь был бы Максим кроха фамилия в Омске отца Акимов полагал и как-то что-то там из-за погружения полного стало и архиерей сильно шумел батюшка говорит зачем шуметь-то владык если я не годен увольняйте меня он говорит я пришел со мной мастерок он каменщик высокого класса и вот когда еще учился в училище его уже выставляли на углы там соревнования когда было ну и все архиерей утих а когда никакой специальности нет там у него как прокурор какой-нибудь цыкнул только он уже все распластался если у тебя разные специальности тебя наоборот больше будут ценить вот человек непоколемимо твердый в своем убеждении это похвально высоко но сдержаться за то что неправильно это не надо принес покаяние ну и все нигде против воли своего епископа не восставать никогда нигде закрыть тему это гонение да так вовремя Господь остановил как говорят а то высоко бы пошел так я все время терплю гонения от кого но было и отлучали и тут же прилущали ничего не подтвердилось и обняли поблагодарили что я никуда не склонился к Богу нашему славу спасибо 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 спасибо